Друзья, мы сейчас пришли на пляж Ла-Маи. Собственно, хочу вам его показать, да, ради чего мы сюда приехали. То есть мы вам уже показали Манаим-бич, да, где мы живем с Лешей, а это Ла-Маи-бич. Мы в прошлый раз здесь жили, в районе вот этого пляжа, но в этот раз мы здесь не поселились, потому что мы приехали вот в апреле здесь, волны, а я не люблю волны. Ну, давайте я покажу, смотрите, какая тут сейчас обстановка. А также тянутся отели, бунгало вдоль всего пляжа, с кафешками. Вот береговая линия. Ну, море, конечно, волнуется, у нас более гладкое. У нас, конечно, мы, да, искали-искали, слушали несколько дней, не зря искали. Намного комфортнее, я просто плаваю с утра по часу, по два часа, каждый день я плаваю. Ну, вечером много местных выходит. Тихо, спокойно, каждый занят своим отдыхом, никто никого не трогает. Как в Индии, помнишь, Леша? Здесь каждый себе сам предоставлен вообще. Конечно, тайцы, они вообще не навязчивые, они такие сдержанные, вот такие все кланяются, спокойные. Такие все, я не знаю, тихие. Да, Леша, атмосфера очень спокойная, да? Вот, менталитет, конечно, ну, у разных наций совершенно, люди очень сильно отличаются. У нас тут сравнение с Индией, да, где мы вообще, они, конечно, очень навязчивые индусы. А здесь совсем по-другому. И мы радуемся, нам приятно находиться здесь. Ну что, нравится вам пляж, друзья? У нас с такими волнами песочек светлый здесь. Мне кажется, даже он светлее, чем у нас. Ну, может, чуть-чуть. Итак, друзья, мы вам показали два пляжа. На севере Майенам и на востоке Ламайи. То есть выбирать вам, куда ехать и отдыхать. Вот на данный момент, в апреле, да, море на Ламайи волнуется здесь. То есть такое оно неспокойное. Но это еще, мне кажется, маленькие волны. Мы когда приезжали, еще сильнее были. То есть я не смогла даже зайти. Леша подсказывает, что пляж больше. Береговое линия ты имеешь в виду? Шире ты говоришь, да? Пляж больше. Мне кажется, у нас тоже очень большой пляж. Что ты имеешь в виду больше? Состояние от воды до ближайших домов. От воды до бунгало, он говорит, побольше. Ну да, да, мне тоже кажется, это побольше. Вот этот восток, тот на севере. Ну, также инфраструктура разбита везде. Это вот бунгало, кафе. Это все и на том, и на том пляже. Также маленькие ларьки. Мы сейчас, я вам показывала, доехали, что. Ну, все можно купить. Сувениры, одежды. Магазины повсюду, в 7-Eleven, они на каждом квартале. Что на севере, что на востоке острова. Family, также Smart, также. Везде есть, в общем. Ну, это чисто уже на любителя. Приезжайте, пробуйте, смотрите, какой пляж вам больше нравится. Family Mart. Тут получается, как у нас вот есть в России, пятерочки и магниты. А здесь есть 7-Eleven, такая сеть крупная в Азии. И Family Mart. То есть, вот таких две сети. В общем, ассортимент у них похожий. Очень похожий. Но мне кажется, Family Mart немножко подороже. Или я ошибаюсь, Леш? Просто мне. Их просто меньше. Леша говорит лучше, да? Не знаю. Мы просто с Лешей, если и заходим как-то с 7-Eleven, потому что их очень много. А вообще мы ездим по молам. То есть, вот здесь Макро. Это магазин крупный мол, где еда продается. Прямо так называется Макро, да? И есть Big C. Большой очень магазин. Там все есть. Там и еда, и вещи. Мы туда часто с Лешей ездим. По рынкам ездим, покупаем. Там утренние и вечерние рынки. Есть еще Lotus магазин. Тоже крупный мол и туда есть. Небо горит яркими красками. Посмотрите, и розовое море какое чудесное. Мы сейчас с Лешей приехали в торгово-развлекательный комплекс на Самуи. Называется Центральный фестиваль. Здесь, как в любом комплексе, масса магазинов, масса кафе, игровые зоны. Сейчас пройдем, что-то сниму вам и покажу. Центров вообще на Самуи много. Ну, вот один из таких. Да, здесь тоже Royal Spa есть. Spa-центр. Массирует людей. Вон, видите, на кушетках. Моя теломассаж, да, любимая. Здесь также салон парикмахерская есть. Так, магазин косметики. Вот, пожалуйста, смотрите. Тут разные магазинчики, такие лавочки. Турист-центр. То есть какая-то информация, кому из туристов нужна. Может быть, по билетам добираться, куда вот там в центре находится. Здесь опять косметика. Опять, мы в такой отдел зашли. Здесь аптека. Ну, для деток игровая зона по ту сторону. Вот вообще там фуд-парк называется. Смотрите. Фуд-парк. Там прохладно очень. И там вот по всему периметру разные кафе расположились с различной едой. Фуд-парк, да, отдел кормёровки здесь. Ну да, я сказала. Лёш, может мне с курицей сфотографироваться? Там большая курица. Разные игровые автоматы. Смотрите. Всё так весело, шумно. Ну, как во всех вот таких вот местах, да? В любых странах. В том числе и у нас. Друзья, мы пришли в кинотеатр. Ну, что у нас сейчас смотрят тайцы? Смотрите, друзья. Я обожаю фантастику. Это какая-то фантастика. И это что-то фантастика. В общем, тайцы любят фантастику. Я смотрю. Здесь какой-то детский мультик. Опять у нас... Эвенчири, под комиксом. Прайс, я читаю, Лёш, правильно? А 180 бат. Это билеты имеется в виду? Да, за нормальное сидение. За нормальное сидение. Прайс 180 бат. Одно место, да? Ну, это где-то 360 рублей одно место. Места для посылуев. Места для посылуев. Может быть, места для посылуев. Да, под 220 бат. Соответственно, в рублях это 440 рублей билет. Так, ну и мы теперь идем в зону магазинов. Мы с Лёшей здесь уже были. В прошлый раз купили подзарядку для телефона. Вон детскую площадку. Вот, Лёша советует вам показать детскую площадку. Давайте посмотрим. Смотрите. Вон там сетка. Там они лазают, детки. Дальше еще у нас идет отсек. Идем дальше. Называется Централ. Магазин Централ. Ох, как здесь прохладно, друзья. Лёш, чемоданы. Лёша в последнее время очень интересуется чемоданами. Ну, поднимка сейчас. Его можно оставить здесь надолго. Он будет выбирать чемоданы. Тут вообще есть такие крутые чемоданы, но стоят, в общем-то, недорого. По 3000, прям вот они такие стильненькие. Да, здесь дороже. Да, да, да. Смотрите, вот такие чемоданчики. Ну, вот это самый большой, да, что у нас есть. Произг какой у нас? 7,250. Мы умножаем на 2, да, не забываем. Это 14,500. Вот поменьше, поменьше. 6,250. То есть 12,500. Рубашки мужские. Ой, рубашки классные. Вот смотрите опять, да, расцветки. Вот у них такие принты. Вот такие цветные. Очень много и одевает тайцев. И вот любят они такое. 1480 бат. Хлоу. Вот 250 майки. Тоже непонятно, какие. Эски? Ну, наверное, может и женские. Ну, что, как? Леша начал позировать. Отлично смотритесь. Так, ну вот Adidas. Спортивный костюм. Вот серая, да, такая раскраска. 2,560 мастерка. И 2,560 брюки. 2,500, 2,500, это 5, это 10 тысяч рублей спортивный костюм получается. Интересно, какие в России цены на спортивные костюмы? Да, есть фирмы известные, а есть для меня не очень известные. 2,350 лакоска. Это получается 4,700. На меня немного так смотрят продавцы. Скажут, что тут, да. Хожу, снимаю. И вот из-за вас снимаю. Хочу вам просто показать. Вообще мне как бы неудобно, я такая стеснительная. Но вот иду, снимаю. Ну, что сказать. Красивые оттенки, красивые вещи, красивый магазин. Тут домашний уже отдел пошел. Хеллоу, Кики. Любимая в Азии. У меня, кстати, чехол для телефона такой. Но это я уже под впечатлением. В Азии они любят. Дети любят. Очень многое. Взрослые любят. Такие аксессуары с этими котами. И я уже купила себе чехол. Тоже с таким же котом. Не знаю, вот мы идем. Тут и запахи приятные в магазине. Или они чем-то пшикают. Тебе с прязни запах, Леш? Мне нравится, короче. Тебе как? Запах? Не знаю, о чем вы. Леша, не знаю, о чем я. Но вот идешь, и прям в воздухе очень такой приятный запах. Прям он вообще вкусный. Хочется. Банкоматы вон проходим. Это вообще отеление банка. О, сумочки. Давайте зайдем, посмотрим. Ну, вообще они классные. Вот это весь магазин такой. 180 бат, 350 бат. Блин, классные сумочки такие. Чехольчики всякие. И все это из ткани. Маленькие кошелечки, смотрите. 65 бат. Шляпки. Друзья, смотрите. Ну да, такое все. Миниатюрное, красивое. Леша меня ждет, смотрите. Ну, этот, конечно, мне с сумками вообще понравился. Прям классный. Хотя вот мне вообще не нужны на данный момент. Не подбираю себе. Ну, из ткани такую не подбираю сумочку. Но вот загляденье. Настолько все красивое. Хочется купить сразу. Ну, давайте балетки, да, посмотрим. Так, 699 балетки. Я не знаю, кожа это или нет. Мне кажется, это не кожа. Очень грубая. Что, 700, считайте, 1400 получается цена. Кроссовки. 799, 800, считайте, 1600, да, кроссовки. Ну, это тайская какая-то фирма. Я такую не встречала. Посмотрите, какие безумные кроссовки. Блестящие. Я, кстати, люблю все блестящее. Так, 1200 бат. Это получается у нас 2200. И вот кроссовочки. Мне, кстати, нравится элемент немножечко. 1000 бат, 2000 рублей такие кроссовки. Ну, интересно, вот что это за материалы. Ну, а вот вообще такие расшитые тапочки. 1300. А 1300 – 2600 рублей. Такие тапочки. 900 бат. Вот такая модель. 900 – 1800, да, рублей. Кеды. 1100. Смотрите. Такие немного с перламутром. 1100 – это, соответственно, 2200. Ну, наверное, как у нас. Я вот цены не помню, не могу сказать. Может, вы напишите мне в комментариях вообще, какие у нас цены на обувь. Давайте обсудим этот вопрос. А что это вы раз на обувку-то одели? Так, зайдем еще в магазин. Оригинальный стиль называется «Тейвин». Там вижу кроссовки. Я просто тебе хочу кеды или кроссовки купить, поэтому вот присматриваю. Такие оттенки. How much this is? 70. This, yes? Ага. Получается, кроссовки 973 бата. То есть 2000 рублей. Вежливые, обходительные тайцы. Ну, короче, вот витрины. По 500 бат, 800 бат, 600 бат. Наверное, не знаю, вот такие модели классические. 1350, то есть 2700 почти. 2700. Якобы с защитой от воров. Сколько кошелек с защитой от воров? Сколько стоит? Ну да. Да, я зрителям рассказываю. 1800. 1800. 3600 рублей. По моей спиной опять же можно банкоматы снять деньги. То есть везде не проблема. Сейчас в наше время, ну, с картами спокойно можно путешествовать. Намного удобнее, чем иметь наличку. Банкоматы есть везде. Вообще проблем нет. Мы еще часто расплачиваемся по карте. Здесь обычно, если человек составляет больше 300 бат, тогда карту принимают. А если же меньше 300 бат, тогда карту не принимают. Нужно наличкой оплачивать. Ну, большой центр. Вот сейчас идем. Там еще впереди виднеются магазины. В общем, много здесь всего. Приезжайте, друзья. Ходите, гуляйте. Делайте покупки. Тут есть, где развернуться. Мы так обзор, да, показываем коротко. Ну, вообще. И все, конечно, мы сегодня не обойдем. Уже 8. Да мы поедем. Ну, много всего здесь есть, чтобы посмотреть. А алкогольные коктейли. Так, а тут у нас мороженое. О, какое мороженое, друзья. Мороженое получается 120 бат. 240 рублей одно мороженое. Да, тут целое искусство, друзья. Посмотрите, как он делает это мороженое. Вот так вот. И теперь он собирает трубочки. И здесь нужно отметить, да, варианты, что я хочу, чтобы было в мороженом. И это такой рецепт. И он сейчас мне это сделает. Галочка отметила. Ну, я сейчас отмечу, что я хочу. То есть ванильное, манго и так далее. 120 бат. Сейчас мы заплатим. И начинает он уже делать по моему рецепту, вот что я выбрала, он мне сейчас будет делать мороженое. Ну что, оплачиваем, Леша? Ура! Ну, в общем, чего только не придумают тайцы, да? Вот такие варианты мороженого. То есть берешь, выбираешь, пожалуйста, по твоему заказу, по своему рецепту тебе все делают. Поплачивай только. Ну, я довольна, что я заказала. Конечно, еще не пробовала, но я не сомневаюсь, что будет очень вкусно. Не знаю, мне у них все нравится, для меня здесь все вкусное. Леша, попробуешь мое мороженое? А почему? Я мороженое в детстве объелся. Друзья, я получила свое мороженое. Смотрите. Сделано по моему рецепту. Здесь манго, ваниль, что-то еще. Забыла уже. Но смотрите, так с трубочками, да, все он так делает. То есть он делает такой корж, его взбивает. И там у него такая холодная плита. Оно замораживает, он так это соскребает. И получаются вот такие трубочки. Ну и потом сверху добавляет еще всякие соусы. В общем, пробую. Ой, мне очень нравится. Прямо... Прямо очень вкусное. Здесь какой-то концерт сейчас будет. Но мы, наверное, не застанем, уже уедем. Друзья, мне кажется, это лучшее мороженое, которое я ела за последнее время. Клубника. Я заказала манго-клубника. Ванильная с манго-клубникой. Тут реально чувствуется, что клубника не просто, а кусочкой. Боже мой, ну какие тайцы умельцы? Вот они могут все, я не знаю. Ну, настолько все вкусно, продумано у них. Не знаю, я в полном восторге. Казалось бы, да, но мороженое. Простое мороженое вот так вот придумать, оформить. Не знаю, вот я проходила, не собиралась вообще есть. Но во мне это вызвало интерес, я хотелось попробовать. И вообще не жалею, просто шикарное. Такой вкусный десерт вообще. Леш, ты уверен, что ты в детстве наелся? Может, все-таки попробуешь? Я уверен. Леша уверен. Ладно, друзья, не буду вас дразнить, буду балдеть и кайфовать. Наслаждаться своим десертом. Шикарно. Могу так сказать, чем дольше я здесь нахожусь, тем больше мне здесь все нравится. Вот мне кажется, первый раз я была в восторге от Самуи. Но в этот раз, мне кажется, еще в большем восторге. По-моему, у меня Самуи вызывает зависимость. Все нравится. Я съела мороженое, но мне кажется, я лучше ничего не ела. Как такое возможно? Ну, натуральные фрукты. Как они вот мастера вот такое придумывают вообще? Ох, какие тачки. Вы посмотрите, посмотрите. Какие тут мотоциклы. Ну, ничего себе. Вот это мощь. Вот это мощь. Слушайте, друзья мои, много их там стоит. Да, тайцы вообще богатые люди. Тут машины большие, огромные джипы. То есть, ну, они так обеспеченные тайцы. Очень даже. Да, такой остров вообще богатый. Тут как бы бедных людей я не видела, не встречала. В общем, все живут очень неплохо тайцы. Я, конечно, именно про Самуи. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. А мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!